Я был хитрый, я взял и уехал. Хитрый был, уехал. А теперь вы меня тащите на родину. Что думаете, я свое сердце, душу раскрою и буду? Рыдать я буду? Нет. О, больница, куда ты же проехал домой? Ты куда ешь? Ты уже проехал? Вот он, как его, больница, где я, так сказать... О, Казгу. Это же стадион. А? Теперь разворачивайся, уже все... Нет, сейчас где ты проехал-то? Это вот же... Мы где ехали-то? Это что такое? Это же Казгу стадион. Тогда прямо на Масанчи. Вот сейчас не будет Масанчи. Вот направо поворачивай. В офисе я не могу даже узнать. Вот я здесь ходил, мальчишка, все понастроили. Вот. Нет, 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 нет. Вот двор, вот следующий двор. Вот здесь я ходил. Вот эти дома двухэтажные. Вот они были построены в 40-м году. Вот мой дом родной. Вот, 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 вот мой дом. Вот сюда. Вот, поворачиваем сюда. Вот. Вот мой дом родной. Ну, все изменилось. Все изменилось, да. Медленно. Вот, где я... Вот мой сад. Сад-то мой стоит. Мои деревья. Вот, 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 вот. Вот все сделали, видите, негодяи. Вот куст сирени остался, а взяли и... Как... Вот 79, видите? Масанчи 79. Дом родной покинул, а? Покинул дом родной. Вот он здесь жил. Вот здесь ты жил. Теперь кто живет здесь? Кто живет? Теперь фон Сороса. Фон Сороса? Да. Я буду с ним бороться. Вот сарай. Кто-то нам откроет сарай. Вот есть голуби. Я лежал голубей. Вот там я сидел. Вот это я вырезал. Я вырезал. Ну, открыть надо. Вот там подпол, где мы хранили картошку, огурцы, помидоры, яблоки, арбузы. То есть, как бы, все свое было. Все свое. И мы с ним спали. Вот это его сарай, вот мой сарай. Мы боялись. И иногда я его взвал к себе, или он ко мне. Потому что маленькие еще. Темно, ночь. Украли однажды. Вот так взломали. И украли кроликов там, не знаю. Парни мне дымовуху бросили. Враг там мой, Спирин. Дымовуху бросил мне сюда. Я отомстить. Зависть как же. Фермер. Голуби, кролики. И ко мне бегут домой. Пожар, пожар. Мы бежим. Что такое пожар? И вот все, дым идет. Дымовуху. А сами дымовуху вон там бросали. В троллейбус. В троллейбус. И дымовуху бросишь. Да. Останавливается все. Биотеррористы. Вот это уже с детства начинало. О! Вот это в месте. Вот здесь вот. Убирай машину. Что ты? Какие машины? Вот. Здесь уже гараж сделали. Вот здесь мальчишки старше нас были. Патефон заводили. Музыку и курили. Анашу. Анашу курили. То есть здесь в этой регионе, в Средней Азии. Анаша. Как еще назывался? План. Запросто. Вот я таким был. Вот он выходит все в трусах. Че стоишь? На. И мне дал. Какая-то кислая мерзкая гадость. Я не курил. Вот первый раз меня здесь старший назначили. Вот здесь мы повесили кошку. Там ее поймали. Из того подъезда нам выскочил. Здесь был сарай. И сожрала голубя. Молодого. Голубя-то вылупляются. Из яичек. И она оттуда как опровицу. Как туда шарахнет. И его придушила уже. Мы ее поймали. Сюда повесили камнями. Вон там детский сад, где круглые сутки находился. Пятидневка. В этот перевели. Кстати, годовщина. 50 лет назад меня выгнали из детского сада. Ругался. Спорил. Няшка говорит, уберите его. Он неуправляемый. Вот там 30 детей. Полуидиоты. Дали машину, играют. А я же спорю. Разговариваю. Заборчик был. Было ухожено. Сейчас зимой трудно определить. Тоньше были деревья. Тоньше. Прошло 40 лет. Они же были тоненькие. Вот такие были. А сейчас они уже превратились в какого гиганта. Видите? В семье. Я не мог нечем, нечем было похвалиться. Горе. Отчим, ни у кого отчима не было. И голод, ни у кого не было. Не было. Но вот во дворе уже все. Вот тут я уже, так сказать, вырывался вперед. Я разговаривал сильнее. Я что-то говорил. Я что-то организовал. Засаду сделать. Запруду сделать. Вот запруду здесь. Я говорю, давайте сделаем запруду и покупаемся. Давайте яблок торвем. И шел первый, так сказать. Я пробирался вот там. Бабка утром выйдет. Самые лучшие яблочки. Спелые на столик в саду. Положит их, чтобы не высохли на солнышке. Они копаются, где там упали гнилые. А я пробирался до упора. И в запазуху, в майку. Забирал все эти яблочки. А собаки? Собаки. Собаки. Нужно тихо пробираться. И собака, она же тоже разомлела вся уже. Тоже жарко ей. Она тоже. Ребенок мало пахнет. Взрослый, может быть, уже пахнет. А дети, они как бы так, как дети, придя природы. И собаки любят детей. Как-то они к детям относятся по-другому. Не было воровства украсть, чтобы обогатиться. Опять что-то сделать. Ну, скучно. Скучно. Все, пойдем сюда, зайдем. Все. Сколько лет, а? Поднимался и упел сюда. Никого нету, что темно. Тополя. Тополя, тополя. Это вот чердак. На чердак я лазил. Все время лазил на чердак. Дверь была другая. Другая была дверь. Это уже... Да. Угу. Видишь, как здесь все. Как здесь все сделали. А? Вот. Вот моя комната. Вот здесь я родился. Вот здесь стояла кровать. А? 16 метров. И нас пять раз здесь жило. У меня есть диванчик был, где я. Спал. Здесь мать с отчим. Здесь стол, шкаф. И вот эта сестра старшая. Раму вынимать. На лето раму вынимать надо. Да. Вот отсюда. Отсюда. Поздавал жизнь. Пять человек. Одному-то тошно. Пять человек. Чем я дышал вообще? Здесь двое. Я там сестра с ребенком. Не пройти никуда. Не уснуть. И соседи. Соседи. Полно соседей. Все другое. Все другое. Все другое. Все другое. Мы в этот дом приехали накануне войны. Дом был совершенно новый. Вот это я как-то помню. И даже не было крельца. Еще не успели поставить. Дом был этот комсоставский. То есть только вот для начальника. Вот я с четырехлетним сидел. Вот они все ходили через меня. И маму это обижало. Ну хоть через ребенка не шагайте. Она здесь готовила пищу на кирогазе. Я помогал кирогазу. Там керосин был. Там менял фитиль. Что-то помогал. На сундучке. Вот такой сундучок. И здесь же она стирала. Она училась балету. Выпустилась. У нее могла быть судьба. Сами понимаете. Красавица, балерина такая вся. Она все время, когда во время войны, когда все эти тяготы, столько детей, она всегда говорила. Вот я хотела быть артисткой. Мама плакала. Всегда плакала. Однажды я... У мамы почему плачет? Она говорит, вырастешь, знаешь, по счастью всю жизнь. Все ее ненавидели, все. Она была красивая, была. Вышла за офицера ЧК. Ему сказали, убери этих родственников. Все решенные прав. Бабушка на соловки. А я не на улицу. И при кубе ходили кушать. И мать не мучилась. По службе ее мужа ругают. А родственники не имеют права входить в дом сотрудника ЧК. И она вышла не по любви. А куда деваться? И вот вышла в 16 лет. Родила одного, второго. Все, в эту квартиру приехали в сороком году. Он умирал в той комнате. Туберкулез. Он стоял в Ленинграде в охранении и промерз тонкие сапоги. И сюда приехал в южный город. И лекарств нету. Заболел в сорок втором. Два года в той комнате умирал. Вся квартира была их. Пять детей. Они больные, эгоисты, туберкулез. Она ему готовит. Он попробует и не хочет есть. А детям нельзя давать. Уже заразная пища. Дуберкулез самая заразная болезнь. И он умер, он его хранил и была рада. Вот это я понял. И как мы везли на машине. Сидели дети. Это закрытый груб. Вот такие отрывки. И вот здесь, в этой квартире поминки. Все родственники пришли. На поминки все придут. Все поели и ушли. И вот так ночь. И она хочет повеситься. Ну, она мне рассказывает, и хотела руки наложить. Ну, представьте, женщина, ничего нету. Ни профессии. Пустая квартира. так ночью все ушли. И завтра день, и они пятеро голодных у нее. Пятеро голодных детей. Я бы не родился, если бы она наложила обороты на себя. В то время появилась Люба, сестра, два года. И она жалилась, потому что старшие куда-то еще пристроились. и она не стала кончать жизнь в самоубийстве. В 32 года остаться вдовой, имея пятерых детей. Папа был старше на 12 лет. А я была 32, а ему 44. И потом еще шестой появился. Появился такой герой, который взял маму с пять детьми. Вот. И появился еще один человек, который делал отличие. отец опекал на момент болезни от Проскова приходил сюда несколько лет. И вот они как раз в июле и решили пожениться. Но все вроде бы вот он есть муж, профессия, работает там же. Вот рожать меня. И опять приказ Сталина всех, кто из Польши в Польшу. Ну что за дикость? Ну что? Это вот все как бы давило, видимо. Давило. И отец уехал, и чем кормить. И мама пошла работать. И опять одночество. Все. Я брошенный здесь один. Вот в ясный сад. Вот такой забор. Вот. Вот. Вот такой деревянный заборчик. И я смотрел, когда придут меня взять. Вот. Вот. 200 метров до дома. Сюда и туда. Вон там дом. Вот. А вот здесь допустим окна выходили моя кроватка. Вот здесь я если кроватку повернуть, я на ней спал. Сейчас она вот поперек стоит. А так она вот так стояла. И шел дождь. и все уже спят мне два года и вдруг стук. И вот так мужик стоит в рост наклонился на окно и стучит. А здесь дверь была на веранду и стучит. Я до сих пор помню. Прошло 55 лет. Я испугался первый раз. Вот такой же я был. Сколько тебе лет, девочка? Мальчик, девочка? Сколько тебе, Юля, лет? Сколько? Три. Ну, а мне два было. Вот, вот такой же. Три хозяйки на кухне. Склоки. Ругались они все. У нее здесь примус стоял. Она здесь готовила все. Однажды они поругались, а я на стороне матери, конечно, на мать нападали они все, она же. У этой старшей сына, в смысле сын мужчина в доме. Здесь тоже как бы сестра с мужем дяди Ваня Богомазов. Ну, и на матушку злились, это ее квартира была. Ну, я чувствую, они поругались. Взял тряпку, подошел в кастрюлю бросил. Еще скандал. Вот, он тряпку в суп бросил. Я маленький, хотел помочь матери, как ее защитить? Я же не мог отчим мне это 12 лет мучил, страшно, в одной комнате все. Однажды он побил маму, и она такую фразу сказала, скорее бы ты вырос, Володя. Я тебе хотел, чтобы я ее защищал. Ну, и это все на меня давило, что я не могу мафию уничтожить. А он ударил ее. И однажды я не выдержал, побежал, позвал соседей. Я понимал, нужно кого-то позвать. Фамилию его помню сейчас, Серебряков, Судминекстр. Такой здоровый мужик, его позвал, говорю, маму бьют. Он прибежал, схватил этого отчима, скрутил его. Ну, что я мог делать? Моя яблая. Яблая и слива. Да. Вот еще вот будет 40 лет уехал отсюда. Первые годы, конечно, было нежное такое все, переживание, все, ну, что все здесь. Друзья и место, где родился, воздух, все. Вот даже тормоз остался, чтобы лодку тормозить, вот это вот нажимается. вот. Я даже умею до сих пор. Вот, видите? Вот, вот. Вот сейчас можно кататься. Вот. Кататься. А когда тормозить, надо поднять доску, видите? Все. И она бьется, а тормоза не будет. вот. Я научился, значит, сам немножко разгон дашь, вот так вот. А потом надо приседать. Поднимаемся. Ну, можно еще сильнее. Вот так. И раз. Вдвоем нужно. Тогда я иду сюда, присаживаюсь он сюда. Сейчас мы. Оба! И можно доходить до вверх, вот туда. Самые сильные до верху доходят. Они перевернуться не могут. Оба! Доска поднимается и тормозит. Потому что многие не хотят останавливаться. А все хотят очередь стоит. Такой адресон, может быть, один-два на весь парк. Но рекорд, чтобы поперек стало. Она не переворачивается, но прям параллельно. Страшно. Страшно это, конечно. Когда маленький, это ровно 50 лет назад. Мама, я иду в школу. Ничего не было. Нашла где-то материю белую. И решили мне сделать костюмчик. Есть фотография. Белый костюмчик с блестящими буговицами. Какой-то кусок там, метр. И шили в той комнате. И мне говорили, иди примерим, мы мальчику одному щем костюмчик. Оказалось, они мне шили. И этот костюмчик они не одели. И 1 сентября, ровно 50 лет назад, я пошел в школу. И минали букет цветов. Я это грустно, потому что никого не было рядом. Все строители возвращались из школы. А мама проводила и скорее на работу. Она была ответственна. Я шел, портфель, белый костюм у меня, светучок белый, и букет цветов. И мне сказали, что я ученик. Гуманитарно- лингвистическое. Однажды парту вывалили из окна. Вывалили из окна парты. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Пусть присаживаются. Первый класс? Второй класс. Второй класс. Садитесь, садитесь. Второй класс. Вот такие же парты. Парты немножко грубые, коричневого цвета, не белые были. И раздевалка должна быть. В классе нет раздевалки? Есть. Но она вот шкафчики. А у нас просто вешалка была. Иногда мы торопились взять пальто и срывали чужие пальто. Телевизора конечно не было. Доска была коричневая. Я любил в этом правом ряду до упора до конца где-нибудь вот здесь я сидел. Или здесь на последней парте или здесь. Весь класс обзор и учитель далеко. Иногда здесь вот где-то сидел. С любимой ученицей Галя Селицкая в Одессе мы сидели. В Одессе мы сидели. Потом она снова присадила. Класс жуководитель. Я списывал вот так впереди у девочки математику. Я списывал что там задачки не получаешь у меня. Вы списываете сейчас? Нет? Нет. Все сами знаете? Молодцы. Когда он спорил я на него смотрела любовалась. Потом я ждавала оценку этим выступающим. и были иногда оценки не очень лицеприятным в том числе ему. Но я должен отметить при всей своей горяточности вот такой категоричности он никогда не позволил выпад в сторону преподавателя вот оскорбительного такого характера уничижающего что ли. Вот не было этого. Яша Яша Яков дорогой дорогой вот Яша Ямирбаев была денежная реформа в 61-й год вели новые деньги он катался на Динамо на стадионе мне дал подержать его полушурок я руку в карман опустил и там лежали новые деньги я взял 15 копеечную монету у меня не было еще новые деньги я не знал что я взял пожалуйста сегодня об этом говорю я тебя жалею получается лишь враг нужен а ты мне а ты мне не враг поэтому я давай вправо и что я буду подальше вот поближе сейчас я иду на ворота обхожу и и забил гол а так что это без динамики мне нужен азарт зал 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 здесь я актовый зал я выступал здесь на этом зале сейчас посмотрим вот актовый зал поднимается стена между классами совсем убрали вот актовый зал ну здесь вход куда на сцену да но он сейчас закрыт наверное вот актовый зал там был физкультурный зал маленький большой но там был маленький здесь сиденья шли давай давай как хорошо молодцы льдом льдом Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Раз в длину Ну и сейчас он такой страшный Как черт какой-то Летит, руки какие Где лицо? Вот опять Опять маленький, вот карлик Вот он, карлик все Танцует, вот все, уродец Вот он Вот они, туфли-то, вот какие Как в цирке, вот какие туфли Видишь? Хоба, хоба А есть вообще, непонятно В этом смысле Грустно возвращаться, я знал, что Здесь ничего нет, это пустая квартира Когда я приехал 20 лет Назад, здесь Что-то еще было Что-то еще было, кстати А когда уезжал, вообще, это родное место Уезжаешь, а сейчас Как-то в пустой город возвращаешься Он по-другому называется Уже не столица Другое государство, какое-то Смешанное такое Какое-то такое, ну, не знаю, с чем сравнить И не Россия это уже И не Советский Союз И не за границей чистом виде Это строят, видишь, современные здания Видимо, гостиница И опять новые домики У дёвых людей Добрый день Молодцы Хорошо, ребята, молодцы Нет-нет-нет-нет, помню Помню Молодцы Молодцы Туда, в Медео подъезжайте Там пообщаемся, в Медео На стадионе Мы сейчас туда едем Да Всё это было бесплатно С коньками прям В руках шли Никакого, конечно, проката не было Там внизу автобус останавливался И дальше шли все пешком Все пешком, да Разрешите поприветствовать С отчистого сердца Есимбеков Моя фамилия Директор Спорткомплекса Очень приятно Очень приятно Хорошо Хорошо Освещения никого не было Видишь, какое сделали Ваш каток Вот когда он был тогда Вот таким он был Вот Вот когда я уезжал Вот 40 лет назад Третий год уже Нового тысячелетия И как бы окончательный разрыв Теперь, может быть, я сюда уже Я не приеду Никогда Скорее, может быть, они ко мне приедут И родственники, они приезжают И ученики, вот С кем я учился Поэтому, как бы, может быть, это вот Пятый приезд сюда И Я должен, видимо, может быть Как-то закрыть эту страницу Прощай, любимый город Когда я эту песню не бил петь Она такая вот известная Прощай, люби Мы уходим, завтра море А я как бы улетаю Так сказать На самолете А? Еще кружочек Сейчас меня молодежь будет катать Я на родное место приехал И Спокойно стою Даже нет Три из них хуже меня Да, да А я спокойно вот Хожу, как будто все Чуть ли И танцевать можно даже Все Давай, давай До сих пор У меня, как бы Нет никакого чувства Удетворения Не от дружбы Не от любви Не от моих родственников Потому что теперь уже идет вот вариант Такой вот Зависть Даже, может быть, добрые Но все равно они Завидуют Я чувствую Своими мозгами Своей душой Что Как бы здесь Не я их радую Как личность А опять Мое положение То есть Это как бы Они К этому относятся А не к тому Кто я есть Как человек То есть Я опять А они не думают Как о друге А они не думают Как о мужчине А они не думают Как о человеке Который что-то может А вот опять Вот он Какую-то политическую нишу Занимает В России И вот Исходя из этого Строятся отношения И это вот Неприятие меня Этим миром Я вот с момента рождения И вот до сегодняшнего дня Опять чужое Субтитры сделал DimaTorzok